Девушки, что большинство парней считает стыдным, хотя вам это кажется привлекательным? Отсутствие мышц. Окей, я понимаю, что это непопулярное мнение, но я офигеть, как боюсь парней с большими банками. У меня есть ощущение, что если такой чел попробует обнять меня, то ненароком оторвет мне башку. Несмотря на то, что мне нравятся большие накачанные парни, всем моим подругам нравятся обычные. Причем одна из них тачится по низким и полноватым пацанам. Так что это абсолютно нормально. Если нас считают обычные или полноватые парни, то не парьтесь по поводу мышц. Пусть твоя подруга черканет мне. Волосатые ноги и руки. Я хочу, чтобы волосы были везде. По-моему, мне нужен оборотень. Такая же тема. Волосатые ноги и грудь – это моя слабость. Нервозность во время первого свидания. Можешь сколько угодно строить из себя мачо, но я же видела, как тряслись твои ручонки, когда ты покупал нам напитки. Да и вообще это прям облегчение, когда ты понимаешь, что ни одна испытываешь робкость и волнение. Слышь, у меня Паркинсон. Не знаю, находят ли они это стыдным, но мне нравятся парни, которые уделяют большое внимание бытовым вещам. Гладят, стирают свои вещи, ходят в магазин за едой, держат дом в чистоте. Меня почему-то это дико заводит. А еще нравятся парни, которые могут заниматься женскими вещами и не переживать, что кто-то перестанет считать их мужиками. Обожаю парней, которые пусть не зарабатывают много денег, но болеют своей работой. Когда я познакомилась с мужем, он зарабатывал всего 9 долларов в час. Но он так любил свою работу. Он выполнял ее настолько точно и старательно, что я сразу поняла, что у нас все получится. К счастью, моя специальность приносит хороший доход, так что сейчас у нас главный кормилец семьи это я, а муж сидит с ребенком. Благодаря его вниманию к деталям у нас никогда не бывает проблем по дому. Я вижу в нем много сильных сторон, которые хоть и не приносят нам денег, но зато делают нашу семью счастливой. Я очень рада, что наше общество становится более прогрессивным и игнорирует старые традиции. Люди начинают фокусироваться на том, что делает их счастливыми. Круто, что твоего мужа не бесит, что ты главная добытчица. А то сейчас мужики настолько закомплексованы, что многие из них вообще не готовы встречаться с девушками, у которых зарплата выше, чем у них. Меня прикалывают всякие внешние изъяны, которые характерны только этому человеку. Поэтому если кто-то привлекает меня на эмоциональном уровне, то есть большой шанс, что их внешние изъяны я полюблю так же. Хотя кого волнует мое мнение, я ведь просто неудачница с реддита. Парни с задротскими увлечениями. Нет ничего более привлекательного, чем парни, увлеченные каким-то хобби или идеей. И я воспринимаю это как возможность научиться чему-то новому. Правда, их интересы должны хоть немного пересекаться с моими. Давайте только не будем забывать, что большинство апвоутов этим комментом ставят парни. Мне нравится, когда парень не боится быть собой. Когда он не пытается скрыть свои причуды и говорит то, что хочет сказать, а не то, что надо. Такие парни всегда привлекают мое внимание. Это тебе так кажется. Проведи пять минут с настоящим мной, и тебе захочется выстрелить себе в голову. Я совершенно не против тихих и неловких парней. Это намного лучше, чем быть громким и дерзким. Странная тема, но я заметила, что мне дико нравятся парни с мешками под глазами. Это прям моя тема, поэтому мне нравятся мужики вроде Тима Бёртона. Я дико бледный чувак, выгляжу так, будто никогда не сплю. Этот трет просто прекрасен. По мере взросления мои вкусы очень изменились. Сейчас мне 41, и я без ума от седых парней. Мне нравятся ботаники. Я люблю, когда парни знают все обо всем. Я люблю задавать вопросы и узнавать мнения по поводу своих безумных идей. Хочу, чтобы мой мужчина был моей энциклопедией, это заводит. Обожаю, когда ботаники полностью погружены в свое дело. Хочу играть с ними в Dungeons & Dragons. Готова болтать обо всякой фиге, например, о том, как какают зомби и все такое. Еще, когда я была помоложе, 18-25 лет, я дико не любила, когда у парня по всему телу волосы. Став старше, я пересмотрела все взгляды и поняла, что это прикольно. Еще мне не очень нравятся мускулистые парни. Немного подтянутые, да, с пивным животиком окей, да даже толстые сойдут. И еще лучше, когда парень выше меня. Я 179 сантиметров и довольно полная, но это не принципиально. Нужно понимать, что с годами наша внешность сильно меняется, так что не стоит слишком заострять на ней внимание. Мне нравятся парни, которые в отношениях ведут себя немного неуверенно. Я хочу, чтобы у них все было хорошо и чтобы им было комфортно, но просто это довольно мило, когда парень нервничает и боится сделать неправильный шаг. Это указывает на то, что он подходит к делу с умом и продумывает каждое действие. Мне нравятся парни, которые выросли в суровых условиях, в бедных семьях, с родителями-алкашами и так далее. Люди часто стыдятся своего прошлого, но я уважаю их за то, что они выбрались из всего этого. Еще люблю парней, которые любят проводить время дома. Уже давно поставила крест на чуваках, для которых каждые выходные это какое-то событие. Извинено. Уточню. Я говорю о парнях, которые используют свой прошлый опыт, чтобы мотивировать себя развиваться и улучшать качество жизни. А не о тех, кто ведет себя как козлина или ребенок, оправдывая это трудным детством. Шрамы. Они делают тебя тем, кто ты есть. О каких шрамах сейчас идет речь? О психологических? О шрамах после драки? Шрамах от акне? Медицинских шрамах? А что, если у меня есть все из этого списка? Взерошенные волосы. Как будто он только встал с кровати. Стильные и ухоженные мне тоже нравятся, но все равно прикольно, когда есть какой-то элемент неухоженности. Или немного заросшие парни, когда волосы уже лежат на ушах. Почему-то я на такие вещи очень обращаю внимание. Еще мне не нравятся мышцы. Вот честно. Мне нравятся либо худые парни, либо обычного веса, но не с горой мышц. Никогда не понимала девушек, которые пускают слюни на обложки модных журналов, где голливудские актеры хвастаются своим прессом. Еще нравятся немного кривые зубы. Мне кажется, это довольно мило. И, конечно же, парни, которые как бы немного доминируют над тобой, но только я должна им всецело доверять. Я очень стеснительна и у меня жуткая тревожность, так что мне нравится всегда быть в компании прямолинейного парня, который знает, чего он хочет. Мне нравятся парни, которые похожи на плюшевых мишек. Высокие, волосатые и с лишним весом. Изменено, извините, ребята, но я уже занята. Вопреки общему мнению, что женщинам нравятся плохие парни, мне нравятся добрые ребята. Достойные женщины любят достойных мужчин. Отсутствие опыта. Парни, у которых не было много девушек, не люблю парней, которые хвастаются тем, что замутились кучей баб. Привет, познакомимся? У моего жениха до меня не было ни одной девушки. Когда мы только познакомились, он сильно загонялся по этому поводу, потому что ему было уже 23. Но мне это совершенно не показалось чем-то стыдным. Он прекрасный партнер и его неопытность никак не отразилась на наших отношениях. Значит, можно вздохнуть с облегчением. Мне 22, и мне кажется, что я еще не скоро с кем-то сближусь. Открытость, коммуникабельность и способность честно рассказывать о своих чувствах. Нет ничего хуже, чем парень, который боится проявлять свои эмоции. Потому что это всегда перерастает в большой конфликт. И еще из того же русла. Не люблю, когда парень боится проявлять чувства, когда рядом его друзья. Мой бывший, даже когда тусил со своими друзьями, всегда звонил мне перед сном, желал спокойной ночи и говорил, что любит меня. Он не стеснялся того, что друзья находятся прямо рядом с ним. Это так круто, когда парень настолько уверен в себе и не стесняется своих чувств, что может не прятаться от друзей. Ненавижу парней, которые меняются при друзьях, чтобы они не засрали его. Нахрена вы это делаете? Если их привлекают всякие женские штучки, например, розовый цвет или вообще всякие нежные цвета. Если они любят шоппинг, если они умиляются при виде животных. Это намного круче, чем каменный мужик, который жалуется, что его жена вечно задерживается в магазинах и тратит все его бабки. Я постоянно вижу подобные пары в торговых центрах. Недавно видела, как девушка хотела купить открывашку, а парень пилил ее за то, что она выбрала розовую. Люблю лысеющих парней, которые находят себе смелости побрить всю голову. Знаю, что большинство лысых парней загоняются на этот счет, но мне нравятся лысики. А еще парни с сединой. Обожаю их. А что насчет редких волос? У меня от природы не особо густые волосы, и когда я их мою, у меня просвечивается вся голова. Иногда я очень переживаю по этому поводу. Хотя девушки говорят, что у меня классные мягкие волосы. Думаю, что это не повод для переживаний. Если это прям совсем изводит тебя, то либо подстригись очень коротко, либо уже сбрей их полностью. Парни об этом особо не думают. Но я обожаю, когда я потусила с парнем, и он мне присылает сообщение, что хорошо провел время. Или когда перед моим уходом он говорит, напиши, когда доедешь, чтобы я знал, что все в порядке. Приятно осознавать, что парню не плевать на тебя. Это дает тебе чувство защищенности, что ли. И мне это нравится. Мне нравятся парни, которые не боятся всплакнуть. Я не хочу встречаться с роботом без эмоций. Со мной можно пустить слезу счастья, можно поплакать из-за каких-то переживаний. Вообще никаких проблем. Мне кажется, что я уже физически не способен на это. Однажды я заплакал перед своей бывшей и рассказал ей обо всем, что чувствую. В тот момент она меня поддержала, но спустя время начала дразнить меня за проявление слабости. Потом еще через какое-то время мы поругались, она припомнила мне тот случай и назвала меня тряпкой. Сейчас у меня другая девушка, и перед ней я уже точно никогда не заплачу. Отсутствие пресса, да и вообще небольшая запущенность. Это так офигенно, когда тебя обнимает большой парень. Мой муж считает, что идеально ухоженная ровная борода делает парня женственным, но я нахожу ее очень привлекательной. У него огромная, просто массивная борода. Я люблю расчесывать ее своими пальцами. Но я надеюсь, что ко дню нашей свадьбы он доберется до барбершопа и подровняет ее. Вроде как мне удалось убедить его. Я мечтаю об этом каждый день. Мне, конечно, нравится его борода, но от ухоженной бороды у меня совсем снесет крышу. Тощие парни. Возможно, я тут в меньшинстве, но я просто обожаю тощих. Приятно слышать. Я хорошо выгляжу, но немного худоват. Мой вес – это единственное, что не дает мне покоя. Потому что другие ребята никогда не упускают возможности подчеркнуть, что я хилый. Хотя, если честно, мне на их подколке как-то пофиг. Для тех, кому интересно. Мой рост 180 сантиметров, вес 68 килограмм. Сломанные носы. Мне нравятся лица со всякими особенностями. Так что если у тебя кривой сломанный нос, то он мне понравится. Лысина. Я тут всю прошлую неделю слушала, как парни из соседнего департамента подшучивают над своим лысым коллегой. Прямо при нем. Причем в таком духе, типа, мы делаем вид, что мы такие прикольные и дружелюбные шутники, хотя на самом деле мы просто поливаем тебя грязью. Но прикол в том, что я все время находилась рядом и думала о том, что среди их компашки этот лысик самый привлекательный. Только я не про тех лысых, которые зачесывают плеж двумя волосинками. И вообще просто плешив их не люблю. Лысина должна быть полноценной, нужно сбривать все. Все. Обожаю, когда парень наконец-то понимает, что нет смысла скрывать выпадение волос и сбривает все под ноль. Это заводит. Конечно, нельзя говорить за всех, но я еще ни разу не встречала женщину, которая считала бы лысых мужчин непривлекательными. И, кстати, я знаю несколько дам, которые встречаются только с лысыми. Я очень долго не мог смириться с тем, что лысей и ходил с дурацкой залысиной на лбу. Но недавно, наконец, понял, что лучше быть лысым, чем лысеющим. И отрастил бороду. Рад, что девушки со мной согласны. Лол. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео девушки могут написать, что большинство парней считает стыдным, но вам кажется привлекательным. Плюс предлагаю посмотреть видео. Я, педофил, находящийся под арестом. Отвечу на ваши вопросы. И откровения людей, которые пожалели, что завели детей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok